Слава Господу! Слово на сегодня, это Евреям 12 глава, 2 стих. Слава Господу! Слава Господу! Мы с вами через сегодняшнее богослужение благословляю, чтобы могли еще раз убедиться, утвердиться в том, что крест — это сила Божья. Есть нечто, что мы никогда не должны упускать из виду, живя нашей жизнью веры. И самое главное, первая наша миссия как верующих — это войти в Евангелие. И это относится ко Христу, ко Христу и Иисуса Христа. И большинство верующих, конечно же, знают и имеют понимание в отношении креста и Иисуса. Но проблема в том, что этот крест не является, не становится моим Евангелем. И поэтому очень важно, чтобы этот крест действительно стал моим Евангелем. Мы часто слышим в церкви, мы часто слышим и понимаем в отношении того, что означает крест Иисуса Христа. Но важно, чтобы это стало не просто какой-то для меня, либо же чем-то обыденным, либо же какой-то просто религиозной доктриной. Важно, чтобы это стало действительно ответом для меня, чтобы это стало жизнью и чтобы это действительно стало силой Божьей, источником силы Божьей. Поэтому в это время, которое у нас сегодня есть, мы не так уж и много времени, конечно, уделяем действительно тому, чтобы слышать Слово Божье и размышлять Слово Божье. Посмотрите, в течение недели у нас есть только буквально час или два. Поэтому давайте благословим друг друга. Крест — это Божья сила. И давайте наслаждаться этим благословением на этой неделе. Благословите этим друг друга. И поэтому давайте вообще посмотрим в отношении, изначально, что такое крест. Крест, древо. Когда мы посмотрим, откуда появилось это, то это... И почему именно крест или древо, то изначально это было своего рода символом проклятия, как и узраильтян, так и вообще в отношении Рима. Рим, он завоевывал, стремился завоевать весь мир, покорить весь мир. И, конечно же, возникали определенные движения сопротивления в каждой стране. И для того, чтобы это все заблокировать, препятствовать этому все, то и был придуман такой способ наказания, как распятие на древе, либо же на кресте. Поэтому это на тот момент считалось одним из самых таких жестоких способов убийства человека. И сама смерть по себе, она являлась такой позорной, унизительной, мучительной особенно. Потому что, посмотрите, руки были прибиты ко Христу, либо же над головой, либо же в распятии. Потом ноги также пребывали вместе. И человек не сразу же умирал, человек мучился, и иногда на протяжении даже двух дней. И если мы посмотрим в отношении Второзакония, 21 главы, то там, что сказано, 21 глава, 23 стих. Там сказано, что... Если 22-23 стих, и там сказано, что... Кто будет висеть на древе, то есть он будет проклят пред Богом, всякий повешенный на древе, и не... Поэтому не скверни, а земли, которую Господь дает тебе, выдел. Поэтому повешенный, либо же... То есть все, кто повешен, подвешен, повешен на древе, является проклятым. Это... Поэтому у израильтян также было точно такое же понимание в отношении этого. И поэтому и в отношении израильтян, и в отношении Рима также. И вообще посмотреть, если в отношении Иисуса, да? То есть... Почему, для чего необходимо вообще? Иисусу поднести эти все страдания, даже мы говорим Христу, потому что Иисус — это уже воплощение Сына Божьего, в отношении воплощения Христа на этой земле. Но Ему было поручено нести все страдания, которые приходится переносить людям. И так как Бог возлюбил людей, как сказано было, да? что Он отдал Сына Своего Единородного, то даже Марка 10, глава 45 стих говорится, что Сын Божий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, и для того, чтобы отдать жизнь свою, как искупление за жизни других людей. Поэтому людям в отношении людей, что есть с судьбой людей, это вечное проклятие, попадание в ад, то есть вечное разделение с Богом. И люди эту проблему своей силой никак не могут решить. Поэтому и для этого пришел Христос для того, чтобы людей, которые все грешники, сказано ведь Римлянам 3, глава 23 стих, что ибо все согрешили и лишены славы Божьей. И когда мы посмотрим также Римлянам 6, глава 23 стих, там сказано, что возмездие, результат греха, возмездие за грех, это смерть. Поэтому результат греха, это вечное разделение с Богом. И человек живет в судьбе и внутри семейных проклятий, которые унаследуются от предков. Проклятие, то есть это состояние, когда нет благословения Божьего, когда люди разделены с Богом и, соответственно, нет защиты Божьей, нет благословения Божьего. И поэтому люди испытывают определенные страдания, рождаются в таких семьях, в которых они сами ничего такого плохого не делали, эти дети, но они живут постоянно в их жизни происходят. Злой рок, как говорим, то есть что-то, какие-то события, которые невозможно объяснить или увидеть логику в них, а потому что физическими глазами или же логики действительно и нет. Поэтому люди, желая от этого свалиться, они даже перестают общаться с родителями своими, разрушаются таким образом семьи. То есть они находятся, оказываются в такой ловушке, и выйти из этого оказывается не так и просто. И вообще-то невозможно своими силами. Хотя они используют людей, к шаманам приходят, и гадания какие-то разные используются, но они не могут выйти из состояния судьбы. И это будет дальше передаваться следующему поколению, потому что люди связаны с сатаной, они стали уже рабами дьяволом. То есть они уже духовно принадлежат, духовно принадлежат принадлежность и принадлежат дьяволу. И что мы видим также евреям, 9 глава, 27 стих сказано, что ибо человеку надлежит однажды умереть, и потом что будет? Потом будет суд. И мы видим, что уже с самого рождения уже судьба человека находится в руках дьявола и уже находится под властью, под влиянием ада, под влиянием судьбы. И поэтому люди, которые действительно остаются в состоянии детей дьявола и исполняют желания дьявола, что с такими людьми происходит? Их тело умирает, но что сказано? Теперь уже будет вечное разделение, то есть ад и суд за то, что они сознательно если выбрали служение дьяволу, то это уже будет вечная смерть, то есть не будет возможности у них никогда больше быть вместе с Богом. То есть это вечная смерть и поэтому крест Иисуса Христа это то, что навсегда может решить человеческие страдания судьбу. Поэтому есть то, что нам необходимо восстановить с вами. Многие верующие думают, что если бы они поверят в Иисуса Христа, то все проблемы будут решены. И вообще-то это действительно так и есть. Но нужно правильно также правильно понимать в отношении этого все. Посмотрите, Иисус что сказал? Возьми свой крест и следуй за мной. то есть смотрите, ведь получается нам тоже какой-то свой крест нужно взять. Тут нужно правильно также понимать в отношении этого. Это не означает, что нам нужно как Иисус страдать или отвечать за свои грехи, то есть нести какую-то плату. это уже не о том кресте имеется в виду. Посмотрите, если мы опять-таки, то есть возьми свой крест, то есть у каждого есть свой крест. Что это может означать? Это в действительности означает, нам нужно наслаждаться первое благословение жизни и радостью, которая есть уже в Евангелии. И у Бога есть свой план по спасению других людей. То есть крест это означает миссия, это означает дело, которое мне доверено. У Иисуса Христа его крестом, его вот этот физический крест распятия на кресте, это было тем делом, которое было доверено, которое он пришел исполнить, как он Христос, и он пришел для того, чтобы нас освободить от... это его задача, его делом была. У нас же есть, у каждого из нас свое есть. Уже проблема ада, уже проблема грехов уже решена. Поэтому это не то, что нам нужно с вами решать. Это уже решил Христос. У нас же есть задача дела, это что? Идти и внести эту благую весть до края земли. Это то, что последние слова, которые Иисус сказал. Я пребуду с вами до скончания века идите и научите то, что я вас учил. А чему он учил? Что я пребуду с вами до скончания века, что уже те, кто очищены, уже не нужно второй раз, как он Петру сказал, только омыть ноги нужно. То есть уже нет, мы уже... Нам уже прощены грехи, мы уже освящены. Поэтому посмотрите, в отношении даже Ветхого Завета Бог показал нам как прообразы, посмотрите, Иосифа. У Бога был план по спасению эпохи на тот момент и людей, даже израильского народа через Иосифа. Но посмотрите, ведь не так уж как бы легко это было. Множество проблем возникло на этом пути. Но Бог осуществлял всемирную евангелизацию на тот момент через Иосифа. Возможно, это не так, как бы хотел Иосиф. Может быть, не так, как бы он, может быть, представлял. потому что были определенные действительно проблемы. Он попал в рабство. Был конфликт с братьями, попал в рабство. Потом в тюрьму еще был попал, когда кревет он был. И поэтому, конечно, это страдание, это же не здесь сказать, что он просто всегда так наслаждался. Конечно, тяжело было, и страдания, и сомнения были какие-то. Но это все он преодолевал, потому что у него была вера и понимание правильное Божьего призвания и Божьего желания. Он понимал, что Бог миссию дал для израильского народа, и что это... И он верил, что Бог его ведет, и Бог вместе с ним, и поэтому мы видим результат. Иногда проблема возникает из-за Евангелия, потому что мы хотим передать это, проповедовать это Евангелие. Но благодаря Иосифу на тот момент Египет и мир должен был выжить. Но для этого Иосифу нужно оказаться, как это было в Египте. И путем практически единственным уже не был гражданином Египта. То есть единственным путем тогда на тот момент попасть в Египет, это быть, либо же, если Египет завоюет это, или же они каким-то союзом присоединятся к Египту, или же попасть как раб. Поэтому на тот момент он попал как раб. Поэтому это и был как бы его крест, можно сказать, это миссия. Давайте посмотрим в отношении израильтян. То есть он призвал израильтян для того, чтобы они могли сохранить благую весть и передать это. Но израильтяне что думали? Что Бог только им дал Евангелие и только спас их. То есть у них появилась идеология избранного народа. Поэтому ранняя церковь, получив Евангелие, осознав Евангелие, они проповедовали Иисуса Христа, они держали за завет, стали действительно едиными, единство получили. И что мы видим тогда? Мы видим, что то место, где они собирались, это стало местом, куда сошел Дух Святой и где действовал Дух Святой. Потому что это было то, чего больше всего желает Бог. Чтобы о чем они молились тогда? Помните? Иисус Христос, Он в течение 40 дней учил их о Царстве Божьем. И тогда мы можем понять из того, как результат, посмотрите, результат, на них зашел Дух Святой. Что получилось? Они стали миллионерами или там обогатились, или там как-то сокрушились все там войска Рима или что-то еще? Какие-то такие действия произошли? Нет. Мы видим, что Петр и ученики, все апостолы, они исполнившись Духа Святого стали проповедовать Евангелие на даже других языках, на иных языках, то есть на языках других племен. То есть посмотрите еще раз. Божье желание в чем? Чтобы передавать это Евангелие, чтобы люди слышали радостную благую вещь, что за мои грехи умер Иисус. Этот Иисус, который умер на кресте, Он есть Христос. Поэтому о чем молились они? Чтобы Бог наполнил их Духом Святым и силой, чтобы они могли безбоязненно, с радостью проповедовать Евангелие, зная, понимая, что и римляне, и израильтяне хотят найти их и хотят остановить то, что они делают. Даже под страхом смерти они все равно проповедовали это все. И другие примеры также есть. Мы даже видим в отношении Даниила, когда он даже перед страхом смерти он не переставал молиться и не переставал служить Богу. Если же бывает, конечно, какие-то проблемы случаются не из-за Евангелия, может быть, из-за моей глупости какой-то, то это момент для нас обновиться. Но если это из-за Евангелия, то это и есть наша миссия. Посмотрите, теперь второе. Крест это сила Божья действительно для нас. И об этом говорит и Павел, который уже осознал Евангелие. Павел, который также гнал христиан, который воспринимал крест как то, что проклятие, поэтому он также понимал это, что он знал действительно совершенным образом Писания. Но это первое 1 глава 18 стих это есть исповедание веры Павла уже. Что он сказал тогда? Он сказал, что ибо слово о кресте для погибающих есть безумие, но для нас спасаемых это сила Божья. Поэтому в Ветхом Завете как мы уже говорили, тот, кто умирает и повешен на древе является нечистым и тот, кто даже касается является уже нечистым. Поэтому нельзя было взять, если человек, который прикасался к телу мертвого человека, вообще даже тело мертвого человека, уже должен быть очистен и в течение недели не должен был приходить в храм. А тем более от человека, который повешен, но его же нужно как-то снять это все. Но Павел вот в отношении Коринфян, церкви к людям к Коринфе, его желанием было, чтобы они восстановили благую весть, чтобы они восстановили понимание действительно, потому что они также были под влиянием фарисейской идеологии. Как и Павел в свое время, когда он также думал, что всякий человек на дереве, который повешен, это проклят, и поэтому он искал верующих ранней церкви, которые называли Иисуса, который был повешен на дереве Христом. Поэтому Павел, он естественным образом пытался найти всех этих людей, убить их, потому что они, по его мнению, богохульствовали. То есть они называли Христом того Иисуса, который был повешен на дереве. И вот он со всеми таким усилием искал их и вот когда он ушел уже в Дамаск, на пути в Дамаск, он искал этих верующих христиан для того, чтобы найти их и убить. На пути в Дамаск он встретил Христа. На него сошел яркий свет и он услышал голос Павел Саввел, Саввел, почему ты гонишь меня? И тогда что сказал Павел? Кто ты, Господь? И ему тогда сказал Сус, я Иисус, которого ты гонишь, которого ты преследуешь. И он понял тогда, что крест это не проклятие. Он понял, что крест это стало местом благословения, местом силы, потому что этот Иисус, который был распят на христиану и есть, на христиану есть Христос. Поэтому после этого Павел, он действительно осознал, что значит крест Иисуса Христа. Он стал проповедовать, он стал действительно передавать эту силу Евангелия. И когда мы посмотрим также Галатам, послание Галатам, шестая Галатам, там сказано 12 стих, желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. И вот он часто очень упоминает свои послания в отношении креста Иисуса Христа. И поэтому в 14 стихе посмотрите, что он говорит, «Я же не желаю хвалиться ничем, как только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира». И почему, в чем сила Христа? Сила Христа является в том, что это сила, которая меняет нашу судьбу. Это сила, которая перемещает нас, которая перемещает нас, дает нам свободу, которая, как Яна 8 глава 32 стих, там сказано, что познать истину, истина сделает вас свободны. И вот эта истина, это и является крестом Сухи Христа. Сила, которая исцеляет человеческую судьбу, раны, предотвращает бедствие. И эта сила, которая животворящая сила, крест Христа, это сила, которая перемещает нас от закона греха и смерти в жизнь. Поэтому сказано, что через Иисуса Христа закон духа смерти, через Иисуса Христа закон греха и смерти не имеет никакой силы, и поэтому закон духа жизни освободил нас от этого закона уже. и поэтому для нас с вами нет уже никакого осуждения. И это означает, что Бог на нас смотрит уже, и Он уже не собирается нас судить. Потому что сказано, что те, кто во Христе Иисусе, во Христе Иисусе, пребывают в Слове Его, пребывают в Нем и Иисуса Христа Дух Божий пребывает в нас, для таких людей уже нет никакого осуждения. Потому что мы уже покрыты как в Ветхом Завете, когда мы смотрим Адам и Ява покрыты одеждами кожанами, так и мы покрыты праведностью Иисуса Христа. Поэтому и мне не нужно никого судить. Не нужно смотреть на поведение человека, неправильно, неправильно, и потому что мы даже когда очень наш молимся и простим нам долги наши, как мы простим и простим камблышим. Да, мы совершаем иногда какие-то проступки, но Бог уже простил их, уже грехи. Мы это говорим для того, чтобы очиститься от того, что нас толкает еще на этот грех. Поэтому и нам нужно молиться за людей, нужно прощать, нужно молиться за наслаждаться силой Иисуса Христа. Люди гибнут, мы видим, что люди погибают из-за своих собственных грехов. Поэтому по закону мы должны были предстать пред Богом, но Бог дал нам жизнь и избавил нас от смерти силой Христа Иисуса Христа. Поэтому мы с вами через единое приношение Иисуса Христа сделались уже совершенными. поэтому нам с вами что необходимо сделать? Не надо смотреть глазами закона на себя, не надо смотреть глазами закона и судить других людей. Как Бог смотрит на меня? Бог от вечности еще обещал послать Христа, чтобы спасти меня. И Бог, который пришел во плоти, был пригвожден Христу, чтобы дать мне жизнь, чтобы в результате я получил жизнь и стал чадом Божьим. Действительно, надо смотреть на это не глазами человеческими, нужно смотреть на себя и на других людей не по своим меркам, не по своим стандартам, но нужно смотреть по стандарту Божьему. То есть, нужно смотреть на все глазами Евангелия и через призму Евангелия. Поэтому таким образом мы также сможем увидеть, что это сила для того, чтобы решить все проблемы. В Ефесянам 2 глава 1 стих там сказано «Для вас, в отношении вас, которые были мертвы по грехам и преступлениям вашим». Поэтому это та сила, которая дает нам новую жизнь, которая нас, связанных духовной смертью, крест дает нам эту жизнь. И это та сила, которая нас освобождает от того, в чем мы находились, от того духовного фона, внутри которого мы находились. Но это не только то, что решает проблему нашего, можно сказать, прошлого, нашего фона, но это решает также проблемы, которые у нас в настоящее время есть, наши текущие проблемы. потому что есть в настоящее, в котором мы живем, что еще есть. Если мы посмотрим Ефесянам 2 глава, 2 стих, то что там сказано? мы, которые некогда жили по путям мира сего и под властью Духа, Господствующего в воздухе. То есть, та сила, которая заставляла нас следовать мирским тенденциям, мирской культуре, традициям. мы получили силу стать детьми Божьими, и нам дана уже новая жизнь, и мы уже освобождены от этой силы. Освобождены от силы дьявола, то есть, мы уже не связаны этим всем. И это не только та сила, которая нас освобождает от нашего прошлого, нашего настоящего, но и также решает проблему будущего, потому что, если мы посмотрим с 3-го по 5-й стихе Ефесянам, там сказано, что мы, будучи по природе чадом и к небу, через Иисуса Христа, через силу Христа, нам дана жизнь, и мы уже с вами, нам дано благословение быть вместе со Христом, быть посаженными на небесах. и на небесах. мы говорим, что мы говорим, уже оживотворены. И в заключении, что мы можем сказать, что крест – это действительно благодать Божья, потому что Бог так возлюбил этот мир, так возлюбил мир, не просто физический мир, а возлюбил мир, возлюбил людей. Поэтому Он дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий у Него не погиб, но и имел жизнь вечную. Всех нас, которые были внутри духовной проблемы, проблемы бытия третьей главы, нас, которые были связаны идолами религии, Бог выразил свою любовь в одном. Христос был послан на эту землю. И Бог свою любовь нам доказал не просто Он действительно доказал Свою любовь нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Опять-таки, посмотрите, сказано, что когда мы были еще грешниками, теперь верующий человек уже не называется грешником. Почему? Не потому, что он не совершает грехов, а потому, что он уже является чадом Божиим, святым Божиим. поэтому вы так же смотрите на себя не как какого-то грешника, иначе вы уничижаете работу Христа, смотрите на себя как на чадо Божье. Потому что Христос на Христе что сказал? Он сказал, уже все совершилось.